Российский медиамагнат, основатель холдинга Ньюс Медиа Арам Габрелянов, щедро раздает интервью армянским СМИ, призывая к реваншизму в Карабахе и подрыву московского мирного соглашения, подписанного президентом России Владимиром Путином. Российский журналист, руководитель ряда крупнейших российских медиахолдингов, открыто призывает к терроризму. Габрелянов угрожает смертью Пашиняну и напоминает что участники операции «Немезис» в первую очередь убивали не турок, а армян-предателей. Это же до какой низшей планки должны были скатиться российские СМИ, чтобы в числе их руководителей были такие, как габрелянов, которые безнаказанно призывают к терроризму и убийству. Поясняем, что такое операция «Немезис». Операция «Немезис» – акция возмездия партии Дашна Цютюн по убийству лидеров Османской империи Азербайджанской Демократической Республики. Название получила по имени греческой богини мчения «Немезиды». Это террористическая операция, которая применяется армянскими дашнаками по всему миру. На счету армянских террористов многие видны государственные деятели дипломата. И вот в 21 веке руководитель ведущих российских СМИ армянский дашнак Габрелянов призывает начать операцию «Немезис», то есть начать террор. Первым Габрелянов призывает убить Пашиняна. А далее, безусловно, армянские дашнаки по наводке Габрелянова будут намечать свои цели в Турции, Азербайджане и России. То есть все те лидеры, кто не позволил армянству устроить второе самоопределение на территории Азербайджана, подпадают под цель террористических атак «Немезис». Армяне в своем мировоззрении и идеологии со своей так называемой «Великой Арменией» застряли в Средневековье. Поэтому, понимая психологию политического армянства, не стоит исключать, что армянские террористические организации реанимируют свой давний инструмент «Немезис». Идеологов далеко искать не надо. Они особо и не прячутся. Габрелянов, например, сидит в Москве, руководит российскими СМИ, манипулируя которыми устраивает многочисленные провокации на международном направлении. Действия и высказывания Габрелянова выходят далеко за пределы возможностей диаспоры. Угрожая Пашиняну, Габрелянов заявляет. И в любом случае ему, то есть Пашиняну, не жить. Я не угрожаю. Я не террорист. Но в любом случае ему не жить. Почему не угрожает? Угрожает. Почему не террорист? Террорист. Габрелянов также обратился к лидеру карабахских сепаратистов Арутюняну. Если уж ты наложил на себя обязанности, возьми автомат, возьми свою охрану или, может, без охраны, пойди и умри на поле боя в Шуше. Возьми автомат, убей, сдохни. Все эти высказывания принадлежат руководителю российских, подчеркиваю, российских, медиахолдингов. Какой участи заслуживают военные преступники Пашинян или Арутюнян, этот вопрос должен решать армянский народ или международный трибунал. Но когда руководитель российских СМИ призывает к началу операции Ненезис по организации террористических актов, в том числе на территории других стран, это вопрос к правоохранительным органам России. Напоминаю также, что гражданин России Арам Габрелянов, настоящая фамилия которого Тер Габрелян, создал шпионское информационное подразделение, куда входит телеграм-канал Воргонзо и блогер-провокатор Семен Пеков. Редактор субтитров А.Семкин